Существует сотни разных добавок, которые напрямую или косвенно помогут сжечь жир, но я на основе своего опыта постараюсь дать вам наиболее оптимальные рекомендации и объясню, какие добавки будут наиболее предпочтительными, а от каких лучше отказаться. Каждая добавка, независимо от того, принимается она для набора массы или для снижения жировой прослойки, должна вписываться в ваш конкретный рацион питания и в ваш тренировочный режим, и сложно дать стопроцентный рецепт конкретно для вас, Тем не менее, есть общие типичные варианты, которые чаще всего подходят большинству. И первая добавка – это протеин. По сути, это тот же белок, который содержится в яйцах, твороге, мясе или других подобных высокобелковых продуктах. Но в большинстве случаев белка из классического рациона не хватает. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения – это 1 грамм белка на 1 килограмм веса для обычного человека. Если же вы занимаетесь спортом, то это уже 1,5-2 грамма на 1 килограмм веса. Таким образом, если вы весите 90 килограммов, то ваша норма в районе 180 граммов чистого белка, который не так-то просто получить из натуральных продуктов. И при снижении жировой прослойки это очень критично. Если не будет хватать белка, то организм при снижении веса может частично использовать свою собственную мышечную ткань. Это типичные проблемы худеющих исключительно на подсчете калорий, без учета баланса белков, жиров и углеводов. В итоге нехватка белка забирает не только лишний жир, но и часть мышц, от чего замедляется обмен веществ и могут появиться различного рода проблемы со здоровьем, в том числе с иммунитетом. Поэтому достаточное количество белка в рационе – это пункт номер один. К тому же вкусовые варианты протеина – это отличная альтернатива сладостям, которые многие любят. Мои рекомендации по выбору спортивных добавок вы найдете в описании к ролику. Я заказываю их напрямую из Америки, с быстрой доставкой и гарантированным качеством. Все ссылки в описании, там же вы найдете и мой промокод на скидку. Следующая добавка – нет, нет, давайте не так, давайте от обратного. Жиросжигатели. Какие лучше? На мой взгляд, никакие. Но это на мой взгляд. Дело в том, что комплексные жиросжигатели – это в совокупность разных аминокислот, 80% из которых отдельно нам не нужны, каких-то витаминов и стимуляторов. По сути, их действие основано на том, чтобы взбудоражить вашу нервную систему и заставить вас отработать на тренировке больше, чем вы можете. А потом, как правило, идет отходняк, когда вы взяли на тренировку энергию как бы в кредит. К тому же, после большинства притренников и жиросжигателей сложно уснуть, если они принимались в вечернее время. В общем, то еще счастье. Лично я стараюсь отдельно брать все эти рабочие компоненты из притренников и миксовать их так, как мне нужно. И первый стоящий компонент – это л-карнитин. Я уже снимал о нем отдельный ролик и рассказал о том, что он является транспортером жира, который доставляет его из клеток в митохондрии для последующего окисления. Карнитин имеет достаточно большую доказательную базу и присутствует практически во всех жиросжигателях, но часто в каких-то микродозировках. Рекомендую брать отдельно. Также для продуктивности тренировки рекомендую взять бета-аланин. Очень рабочая штука, значительно поднимает производительность и выносливость. Опять же, в большинстве притренников он есть, но его немного. Лучше взять отдельно. И микс бета-аланина с алькарнитином перед тренировкой грамма по два – это залог успешного тренинга без ненужных стимуляторов и прочих бесполезных компонентов. Добавить к такому миксу можно еще и цитрулин, который увеличивает пампинг и доставку питательных веществ в мышцы. Но при низкоуглеводном питании пампинг так себе, поэтому я больше рекомендую его при наборе массы. Если же вы все-таки по каким-то причинам хотите попробовать жиросжигатель, то могу порекомендовать Липа-6. По крайней мере, это то, что понравилось мне больше остальных. Ссылка на него также в описании. В принципе, протеин, карнитин и бета-аланин – это уже неплохой базовый набор. И можно ограничиться им. По крайней мере, это первое из того, что я рекомендовал бы взять. А далее продолжать список можно до бесконечности. Я, пожалуй, отмечу самые важные добавки второго плана. БЦА и глютамин – это отличные аминокислоты, которые зарекомендовали себя в научных исследованиях и в реальной практике. Есть возможность – однозначно рекомендую, но не в первую очередь. Лично я использовал их при снижении веса. БЦА больше влияет на восстановление и сохранение мышц при энергодефиците, а глютамин – на восстановление и иммунную функцию. Также можно порекомендовать и витамины, но опять же, они не влияют на снижение веса напрямую, а больше являются базовой составляющей рациона. Совершенно необязательно пить витамины непосредственно при снижении веса. Главное в целом поддерживать высокий уровень витаминов в рационе. Как правило, пьются они курсами. Независимо от того, снижаете вы жировую прослойку или набираете массу. Витамины, кстати, имеют накопительный эффект. Именно поэтому при более или менее адекватном рационе не обязательно пить их постоянно. Достаточно курсами. Если подвести итог, то базовая рекомендация – это протеин, L-карнитин и бета-аланин. И желательно БЦА, глютамин и, можно, витамины. В принципе, все. Уточню, что существует много других добавок, которые влияют на производительность, уровень гормонов и прочее. Но все это больше отличные дополнения. Здесь и Омега-3, который я рекомендую принимать на постоянной основе. И Коинзим-Ку-10, который я рекомендую всем после 30 лет. И множество других добавок, о которых я уже не раз рассказывал. Но это уже немного другая тема. Ссылки на все мои полноценные тренировочные курсы, мой телеграм-канал и рекомендации по выбору добавок вы найдете в описании к этому ролику. А с вами был Александр Добромиль. Пока!